Привет всем. Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на земле. Итак, события за 12 января. Поехали. В Уругвай они стихают сильные лесные пожары, которые начали разрастаться еще с 3 января. Сегодня в центре внимания оказался департамент Лавальеха, расположенный в юго-восточной части страны. Лесной пожар уже уничтожил 22 тысячи гектаров растительности и подвергает опасности местных жителей, поскольку некоторые очаги возгорания находятся в 150 метрах от ближайших домов. Один из крупных очагов возгорания находится недалеко от аэропорта Риверы, к тушению пожара привлекли воздушную технику. А самый крупный пожар в Пайсанду и Рио-Негра опустошил 37 тысяч гектаров и продолжает разрастаться несмотря на все усилия пожарных. По прогнозам метеорологов на ближайшие дни ситуация не улучшится. Сильная жара и минимум осадков плюс сильный порывистый ветер до 25 метров в секунду будут только благоприятствовать разрастанию огня. В Сахалинской области из-за мощного снежного циклона сегодня перекрыли движение на дорогах регионального значения. На территории 10 районов сильный снег, метель с видимостью до 500 метров и менее при среднем ветре 17 метров в секунду, а в порывах до 30 метров в секунду. Как сообщает администрация города, на расчистке улиц задействованы свыше 200 единиц техники. Сугробы убирают как на дорогах, так и во дворах около автобусных остановок. Такую погодную ситуацию метеорологи прогнозируют как минимум на два дня. 14 января стихия начнет ослабевать. Местами возможны слабые метели, порывистый ветер. В связи с чем горожан призывают скоординировать свои действия, максимально ограничить передвижение по городу, а также без острой необходимости не выезжать за пределы городского округа. Жителям отдаленных районов Южно-Сахалинска рекомендуют сегодня в более раннее время вернуться домой, чтобы в случае ухудшения погодных условий не попасть в снежные заторы. В Забайкале сохраняется сложная обстановка с выходом на поверхность грунтовых вод. Наибольший удар стихии нанесла Сретенскому и Болейскому районам. Грунтовые воды подтопили уже несколько приусадебных участков, жителям уже предложена эвакуация в пункт временного размещения. Сейчас во всех населенных пунктах ведется отсыпка для предотвращения подтоплений. В районе поселка Какуй Сретенского района грунтовые воды заполнили дамбу и пошли через нее на поселок. В шести населенных пунктах Сретенского района был введен режим ЧС из-за выхода грунтовых вод, ранее в Какую были затоплены дороги. На дорогах муниципалитета налить убирают военные на тяжелые техники. Отметим, что проблема сохраняется и в других районах края. С 9 января вулкан Мерапи постоянно проявляет активность. Регулярный характер его извержений, будь то лавовых или газопепельных, вызывает у специалистов серьезнейшие опасения. Исходя из интенсивности и данных наблюдений, они не исключают, что в ближайшее время может произойти взрывное извержение вулкана. На этих кадрах последние из зафиксированных извержений Мерапи. Раскаленная река лавы заскользила по склонам и растянулась на полтора километра. Извержение было взрывным, но не продолжительным. Оно продлилось чуть более двух минут. Стоит отметить, что по оценкам вулканологов, объем лавового купола юго-западнее Мерапи сейчас немногим меньше миллиона шестисот семидесяти тысяч кубических метров. И скорость его роста в сутки составляет примерно пять тысяч семьсот кубических метров. Индонезийские ученые ввиду активности Мерапи сохраняют показатель вулканической опасности региона на третьем уровне. Все службы работают в режиме ожидания. На сегодняшний день в 138 городах Бразилии объявлено чрезвычайное положение. Власти Бразилии сообщили, что дожди, обрушившиеся на бразильский штат Минаш-Жерайс во вторник, привели к гибели десяти человек. И это данные только за одни сутки. В штате Минаш-Жерайс во втором наиболее пострадавшем от проливных дождей около 3480 человек потеряли свои дома. В Бразилии сейчас неоднозначная ситуация, пока на юге страны идет сильная засуха и жара, север заливает рекордными дождями. Естественно, все это не проходит бесследно. Экстремальные погодные условия привели к потерям урожая на кофейных фермах, пострадали кукурузные поля, значительно пострадал урожай сой. Проливные дожди заставили компанию Валеса, второго по величине в мире производителя железной руды, остановить часть добычи в штате Минаш-Жерайс. 90% шахт оказались полностью затоплены. Погодная система высокого давления сейчас перемещается в Парагвай. Это ослабит, хотя и не остановит, дожди, которые затапливают Северную Бразилию. Аргентину накрыла аномальная жара. Температура воздуха, поднявшаяся во вторник выше 40 градусов по Цельсию, вызвала перегрузку электрической сети в аргентинской столице. В результате отключения электричества, сотни тысяч домов остались без света, работающих кондиционеров и холодильников. По сообщениям специалистов, сеть оказалась не готова к подобной ситуации. В какой-то момент произошел сбой, в результате чего более 700 тысяч жителей оказались без электроэнергии. Скачки в напряжении повлияли и на поставки питьевой воды в Буэнос-Айрисе. Одна из компаний попросила местных жителей на некоторое время воздержаться от чрезмерного потребления воды, поскольку отключение электроэнергии сильно повлияло на системы ее очистки. По прогнозам метеорологов, аномальная жара, охватившая Аргентину, продержится, как минимум, неделю. Ожидается, что столбики термометров не опустятся ниже 37 градусов. Температурные пики составят порядка 41 градуса по Цельсию. Естественно, такие погодные условия дали толчок к развитию лесных пожаров, которые и так не утихают во многих городах Аргентины. Правительство вводит режим чрезвычайной ситуации по всей стране на 12-месячный период из-за высокого риска новых пожаров в лесах и пастбищах. Последние недели бушуют сильные пожары в южных аргентинских провинциях Санта-Крус, Чубут, Рио-Негро и Неукен, а также в провинции Формоза на севере страны. В их тушении задействованы более 200 пожарных и 12 вертолетов. Власти провинции Чубут уже отдали приказ о борьбе с огнем всеми имеющимися средствами и оценивают ситуацию как очень серьезную. Положение осложняется тем, что очаги распространения огня находятся в крайне труднодоступных местах, что усложняет задачу борьбы с пожарами. В результате нынешних лесных пожаров погибло 5 человек, двое из них сотрудники пожарной службы. После вчерашнего выпадения крупного града в Саудовской Аравии, сегодня обрушился сильный дождь, который стал виновником локальных наводнений. Некоторые улицы и дороги в Мекке ушли под воду, в результате чего движение транспорта было затруднено. Гражданская оборона была задействована в помощи людям в пострадавших районах города. До наступления суровой погоды власти предупреждали людей о сильных дождях и грозах в Мекке и ряде других районов. Как сообщают местные СМИ, несколько человек были смыты бушующими потоками воды, поиски пропавших без вести продолжаются. Пользователи соцсетей, как всегда, немедленно отреагировали на чрезвычайное происшествие, выложив в своих аккаунтах живые свидетельства разгулявшейся стихии. Служба гражданской обороны королевства обратилась к жителям Мекки и Джиды с призывом не выходить на улицы. Огромный пожар вспыхнул в скромном районе Икики на севере Чили, где огнем было уничтожено более 100 домов и пришлось эвакуировать 400 человек. Официальные источники указывают, что в результате инцидента пострадало более 20 человек и пока неизвестно, что послужило источником возгорания. Лагерь называется Лагуна Верде, большинство его жителей – нелегальные иммигранты, которые живут в ненадежных деревянных домах, которые, к сожалению, служат источником возгорания для быстрого распространения огня. Тушение пожара осложняло плотность застройки и отсутствие достаточного количества воды. Плюс в регионе уже более двух недель стоит неимоверная жара. Через несколько часов после начала пожара властям пришлось объявить желтую тревогу. Около шести пожарных получили тепловые удары и телесные повреждения в результате борьбы с огнем в труднодоступном месте. Два мощных землетрясения всколыхнули Аляску, крупнейший и самый малонаселенный штат США. Согласно данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 11 часов 35 минут по Гринвичу 11 декабря, в 71 км к северо-востоку от статистически обособленной местности Никольский, западные Алиутские острова. Гипоцентр стихии залегал на глубине 22 км. Сильнейшему землетрясению магнитудой 6,8 всего за несколько минут до этого предшествовала пара авторшоков. Землетрясение магнитудой 6,6 было зарегистрировано в этот же день в 12 часов 39 минут по Гринвичу в 60 км к северо-востоку от статистически обособленной местности Никольский. Очаг подземного катаклизма залегал на глубине 11 км. В течение всего утра последовало около 10 авторшоков магнитудой 4,0 или выше. Сведений о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало. За сутки на Земле произошло 163 землетрясения с магнитудой от 2,0 до 6,8. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более, произошли в 8 странах, в каких именно вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Фантастические зимние пейзажи можно наблюдать в китайской провинции Шаньси. Мороз и снегопады превратили горную местность в настоящую сказку. Замерзшие водопады и покрытые снегом и льдом деревья, удивительные узоры и причудливые ледяные фигуры привлекают многочисленных туристов. По прогнозам синоптиков, такая зимняя красота продлится еще как минимум месяц, потом в регионе ожидают потепления. Туристы стекаются в живописные парки по всему Китаю, чтобы полюбоваться живописными зимними пейзажами. Замерзшие водопады, заснеженные горы и ледяные озера – вот лишь некоторые из этих завораживающих пейзажей. От гор Юнтай в центральной провинции Хэнань до чудовищных северных гор Тайхань, живописные районы Китая превратились в зимние страны чудес. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо за внимание. До завтра.